Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну вот, смотрим, что у нас тут получилось. Такой интересный заломчик. И остренький, и по конту. И ещё, вот они, мятины. Там она и тут-то. И сама арка. Вот отсюда прогнуто сильно. Куда нам не долезть на самый кант. Ладно, попробуем. Чуть барелись мы в гараже, потому что холодно. Вот он, заломчик. С него надо и начать. Равняется цитой леды. Попробуем её сейчас поставить на место. Продолжаем съёмку косичков. Ну вот они, заломы, которые у нас в дефектовочном экране, в полосках. Вот они все прекрасно видны. Начинать будем с них. Потихоньку достать. Каштаны из огня. Опять же, надо сказать честно, что такие вещи делать, это очень геморройно и очень, скажем так, не практично. Потому что сама вот эта технология как бы создана для ковыряния мелких вот таких ралин, которые довольно успешно делаются при помощи её. А уже всё вот это, это можно сказать, мне так кажется, нами русскими и запретено. Что если можно делать маленькие вмятины, то почему не делать большие? И когда приезжают, когда говорят, ну там так серьёзно, вмятина такая хорошая, прям средняя. Это уже понятно, что деталь надо выкидывать. По-моему, только в России занимаются рихтовкой деталей. Которые уже только выкинули, осталось в реале. Я, наверное, раз на станциях в последнее время на нескольких поболвал, посмотрел там такие вещи, выкидывая детали, а потому что она по каскам. Да, это деталь новая. Это да. И просто, ну честно говоря, и удаёшься, думаешь, мама дорогая, ну тут же делать нечего, вот вообще нечего. А вы берёте и деталь в мусорку. Почему приезжают? Помятый капот. Заводская деталь, заводская. Ну да. А там будет уже что-то, что к нам попадает в руки. То, что не прошло на ковре, то есть это брак. Где-то он незначительный, где-то он вообще там минимальный, но всё равно это брак. Смотри на автоматолога, страшно становится. А как сам вот такое делаешь, ничего, нормально. И не боюсь. Да, есть такое дело. Я смотрю, она не хочет. Мы тогда с другого конца займем. Ну тут ещё, конечно, металл упёртый. Была-то, я говорю, Тойота или что-нибудь. Или там немчик. Уже бы выдернул бы наизнанку, уже бы сидел, забивал. Ну я хочу потихоньку, плавно, чуть подразпрямить её. Вот опять здесь вот чуть позабивать. Вот здесь надо с железякой хорошо вот это вот место прям изнутри его напрячь с чем-то в кант. А прям вот хорошо надо бить прям сильно. Или пробойником опять же с упором усаживать сюда. Я хочу хотя бы вот разогнуть её, у нас так на сегодня времени, как говорится, мало. Так она посыпает. Первоначально хотя бы чуть-чуть её распрыгнуть. При помощи вот так плавного такого вот, как бы массажика. Сколько раз пробовал, ни разу не получилось у меня, когда играл в анимацию. Не дано, наверное. Дело в том, что если душа не лежит, лучше и не браться. Сижу, читаю, изучаю всё вот это и всё равно. Наверное, что-то как-то... Фиг его знает. А тебе, когда заниматься, начался... Научиться не проблема. Научиться можно. Элементарно. Я гарантирую, если вы со мной посидите неделю-две в гараже, вот, и будет что делать, то можно научиться. Я могу сейчас вот как бы показать. Вот взять молотком, там вот здесь ударить, ну, доступ, чтобы был. На ваших глазах это умятины выправить, там, или на капоте, там, или где, в каком-то доме. Чтобы был виден результат. Вот, ух ты, яма. Потом бах-бах-бах, всё ровно. Ну, относительно ровно. Газа не за что зацепить. А там. Это да. Вот. Ну, дело в том, что я как бы сам ещё учусь. Я не знаю, когда я научусь или не научусь. Это вопрос такой... Всё знать невозможно. Да, и всё уметь. Вот. А наглости у меня такой природной не хватает, чтобы говорить, ой, да я всё умею, я просто не хочу. Ну да. Да я её вязать умею. Ну да. Я всё умею, только никому не скажу. Да, не хочу. Это есть такая... Или там очень часто на канал, там первое время я как-то бежал, а потом я понял, открываешь канал этого товарища, а там ничего нету. Ну да, самые грамотные комментарии. Что ты это самое, хоть бы свою работу выложил. Я свою работу не выкладываю. Ну и понятно. Это есть такой класс людей в интернете. Ну, я потом понял, что... Мне просто хочется показать, что они знают, и умеют всё. Потом я начал... Смотри, я ираблю, да, тупил. Вот это приезжает, ребята молодняк. А у вас вакуум есть? Я говорю, что это такое? Ну вы что, вы же мятины делаете? Я как бы иногда получаю это, иногда нет. Вот. Ну не делаю. Ну а что у вас, вакуума нет, как же вы тогда делаете? Я говорю, вы мне расскажите, что это такое. Ну я не знаю, короче, мне друг рассказывал, он там в интернете видел. Вакуум он так, чпок, и всё, и всё на месте. Я говорю, а-а-а, понятно. По большей степени... Потом я купил ванту, вон он, на видном месте, на волшебном. Купил ванту, туда повесил и снял полулы видиков. Приезжает, смеет, наверное, кто-то. Ну вот, может бесплатно сделать. Сам бери и делай. О! Ништяк. Это да, если хотела. И хлоп-хлоп, потом... Ну что будем делать? Ну не знаю. Я не знаю, у меня, по-моему, три фазы есть. Если я не вручу, давай посмотрим. Просто помните, одной не было. Раз. Два. Три. Ну, не смеется. Три фазы есть. Видишь ли, Андрюш, я-то линию выделил на автомобиль. Прошу камеру. Прошу камеру не смеет. Вот сейчас, как бы, процесс пришел к тому моменту, когда сделал хуже, чем было. И ближе навис нужно. Тут видно были эти шишки. Ой, с меня такой оператор, что... Ничего, ничего, все получше. Хотя не видно. Получается, надо ближе, 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 и вот показывает. Не видно прям так, отлично. Сейчас пока что хуже, чем было сделали. Ну, надо металл перераспределять. Надо рельсы брать. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Сейчас опять чуть поднимаемся. А я все время думал, для чего они стучат этим кулашкам? Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я вообще почему-то подумал изначально, что он дверь поменял, но оказалось нет. Хотя там пограждение такое острое, а яма очень. Я думаю, что мастера у нас есть. Хорошие мастера есть. Всю жизнь меня поражало в Ставрополье. Само ручки поменял, я буду сидеть тыкаться, нормальный мастер бы уже доделал бы. Это всё. Самое меня большее чего поражает, не только в нашем городе, да вообще в принципе. Почему все мастера боятся показывать свою работу. Хотя мы изначально, когда мы пришли на Ютуб, мы тоже думали, засмеют. Реально. Засмеют, потому что, наверное, ты что-то не так делаешь. Ну что, и всё я не так делаю, и что? Вот, есть у нас там умники, которые рассказывают, ой, ты не так делаешь! Мне одно время писали, потом успокоились. Просто я перестал им отвечать, и то всё получается так. Всё, что я делаю, всё я делаю не то, неправильно и не так. А то, что делают они, этого нигде в интернете не видно, но на словах они красиво рассказывают. Да, это такие и есть умники, очень много есть. Потом я смотрел, смотрел, вот уже клюнул, думаю, ну и что, что я делаю не так. Я людям добро делаю, я что-то лучше делаю, пользу приношу, люди ко мне обращаются. Вот, значит, я им нужен, значит, какую-то я пользу приношу. Значит, наверное, всё-таки не всё я не так делаю. Ну да. Что-то, видишь, я и так делаю. Когда мне говорят, что делаешь всё неправильно, я говорю так, что я делаю так, как я делаю. Не спорю, вполне возможно, сейчас на моём месте другой площадь уже эту работу сделал бы, чтобы отдыхать. Вполне возможно. Сделал бы лучше и быстрее. Ну, во всяком случае, я учусь, я стараюсь. А тогда человек старается, душу вкладывает, всё равно, я думаю, получится. Хорошо, что у нас прям почти сразу отклеилось. Тут чуть-чуть надо было поднять, но как раз ровно настолько и поднялось тут. Вот в этом месте. А, там залам сюда пошёл. Тут вот эту часть надо ещё сюда вытаскивать наверх. И есть один у меня такой. Немнадцать литрой. Делаем этот клик. Вот. Вот такую вот штуку. Ткантик чуть вот как раз на кант клеится. Потому что вот она залом у нас в кант прогнутый. И вот таким образом. Сейчас у него наклеено чуть-чуть. Ткантик разворачиваете вверх. Чё только они здесь не бывает в этих грибочках. Да, одно время они были дорогие. А сейчас как бы... Не так дурого это стоит. Так, что у нас там? Повременно, блять. Сейчас я жилю. Сейчас посмотрим. Может вот так, чтобы не засвечивать подальше. И ближе дальше камерой водить. Можно обработать? Нет. Ну, обрабатывать вот так не лучше. Засвечиваем, да? Там одинокол. А если вот так? Сейчас. Вот так получше будет. Вот так получше. Да. Волшебство. Ну да. Иногда вот глаз видит, камера не видит. А иногда глаз не видит, камера хорошо видит. Это да. Ну, в любом случае обрабатываем видео. Потому что там надо чуть-чуть убрать шум. Там на видео чуть-чуть вот эти моменты. Ну, это профессионально. А куда там профессионально? Нет, по сравнению со мной. Я вот как у меня снимусь, так и правильно. Там где-то что-то вырезать, зарезать. Это уже. Ну, бывают кадры, местами переставляем. Бывает такая иногда тема. Но у нас реально в процессе ремонта, во время ремонта, рихтовки там еще какой-нибудь видит. Там с первого... И снимать с определенного ракурса. Ну, уже пробовали. Потому что люмку снять практически невозможно. Вот на детали. На черном как-то я смотрю, еще так ничего видно. А на светлых вообще, по-моему, не видно. Вообще. Да. Яма только мало. Ну, без этого не бывает. В работе с железом-то. Пластмасс там тоже самое, абсолютно. Надергали щетчик. Ну, вот. Ну, вот анкант виден проваленный. И сейчас надо попытаться чуть-чуть их подразбить. перераспределить металл. Чтобы было поровнее. Вот как раз это место, которое еще надо пробивать. Вот и не сходятся. Там у нас еще шишак. Вот оно. Вот его надо сейчас подравнивать. А вниз пока не надо лезть. Суточный результат. Сверху уже более-менее так нормально. А вот тут вот они провалы. И все плохо, и все грустно. Ну, что. Надо даже запечатлить галерея инструментов. Галерея инструментов. Да. Вот я на роликах много видел. Думаю. Самопал. Даже самопал в таком большом количестве. Да? Да. Сказать по-честному, все равно мало. Ну, это да. Потому что инструментов много не бывает. Это да. Конечно, скажу по-честному. Я тут некоторыми подвезь раз в год испытываю. Они не катят. Да. Они, потому что у второпластика цен скольжения в два с лишним раза больше, чем у льда. Им работать очень сложно. А есть другие вон виды пластика. Вот. Я не знаю, как они тут называются. Даже дошел до того, что вот. Тут даже написано. Делинк. Ага, антенна. Вот. Тоже антенна. А я их использую как пробойники. Причем, этот менее жесткий, этот более жесткий. И опять же, ну, как говорят у нас в России на халяву. Да. Ну, это на халяву, как бы, условно. А потом они, можно сказать, не нужно, не хочет. И вот тут придется очень долго и упорно стучать. Потому что это очень такое место. Вот сейчас она шишкой вот такой, складкой. А сейчас попробую ее так надавить, она возьмет хрустник и заломами пойдет в разные места. И уже потом я ничего не сделаю. Поэтому я ее вот потихоньку, очень нежно, так тюк-тюк-тюк, пробиваю по миллиметрику. Иначе я могу тут накосячить, чтобы потом это шпаклевать и красить. Ну, да. Хотя там, в случае, у меня еще не получается два раза ударить, чтобы все на место стало. Вот у кого-то. Поэтому я так долго, наверное, постучал, подергался, постучал, подергался. И потихонечку эта складочка разворачивается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тренироваться надо. Все упирается в то, что надо тренироваться. Да. Да. Да, мне за разборки часто приносят детали всякие. Наделай. Это хорошо. Как сделаешь, так сделаешь. И опять же, сюда на этот кант не опираешься, потому что, наверное, завод ее надо вот так тащить. Да. Наверх. Ну, пошла. Я вижу прям хорошо. Пошла. Интересно, там, где надо чуть-чуть потащить, он приклеился сильно. Может, соседние места держит. Да. Всех у кого нет. Смотри, кто в пальцах. Все. Мне нравится. это. Так. Плакончиком. Так. Это надо отклеивать. А что это за материал такой, что он так хорошо его отклеивает? Догадайся. С первого раза. Спирт? Да. Я раньше обезжирил. Спирт? Мне кто-то сказал, типа, это обезжириватель там обычный. Нужно чем угодно. Но его, он, что-то это. Чего? Обезжирка, и он так хорошо не отклеивается. Да. В принципе, этот. У меня даже, я ролик снял. Он там много просмотров почерпнул. Только во что и заферился, там целые рецепты мне там писали. в принципе все то что является поверхностно активным веществом все отклеивает поэтому ничего тут страшного нету смотри рукой щупаю так на коленке положите так руками молоточком надо тут что крыло снять тут столько надо всего открутить это убивает почему она моргает более линия выделена песочек вещинки не попали а 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, вот такой броневичок легко не поддается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну, ты видишь, вот залом от края до края. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Я его нажимаю вон вот так. Вместо того, чтобы доить, он вот так. Жинь, жинь. Я отдавлю, а раз исходит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Главное, там, где не надо, вот он упирается. А здесь, где надо, он просто-напросто скользит. Сказалось бы, какая тебе разница? Ну, скользит там, где мне не надо. А там, где надо, работай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот камера. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И оттуда шлейф навернулся. Я пошел к организмастерам и другим. Мне сказали, что цена ремонта будет шлейф, что-то тысячи две, полторы тысячи ее поменять. А я посмотрел уже, эта камера она. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы раньше вообще на кассетные камеры писали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, потом это ж надо перелопачивать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, а как по-другому, да. Мы бы не стали снимать свои ролики в реале, если бы нас не попросили подписчики. Которые нам все предоставили полностью. В штативе. Все, все полностью. Все, что есть. Нате снимать и показывать. А изначально мы вообще канал планировали таким образом, что... Это просто мы находимся на техническом форуме, чтобы некоторые моменты показывать. А потом получилось так, что, короче, писать стало некогда. Потому что там то одни пишут, то другие, то одни звонят, то третий приезжает, то еще чего-нибудь. Поэтому мы решили вот это дело попробовать показать. Когда у нас была первая тысяча подписчиков, мы так радовались. Мы все сидели и считали. Тысяча человек, это ж... Сколько это тысяча человек? Калхоз целый. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А потом как-то так вот. Оно пошло, пошло. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Маракасы. Без инверсионного болоточек иногда умручает. Да, вот эти моменты надо все показывать, вы знаете. Чем больше технических подробностей там будет, тем более там будет такое, скажем... Хотя я в том, что я в том, что я в том, что не пойми, что и не пойми, зачем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здрасте. Здрасте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 плоскость подавать именно такими, чтобы не шишками, а по чуть-чуть сейчас надо забить чуть-чуть а взял я прошел три заканчить потому что тут уже не на что было смотреть чтобы проявить все так сказать недоделки в работе все косяки я это их и так в общем то помню вот здесь вот еще у нас ребро вышедшие проваленный кант вот он проваленный канц ребром так и так но в общем надо уже посмотреть как это все выродит прошелся три заком и сейчас в гараже и на улице посмотрим чё и как что так а а и и и Сейчас мы берем волшебную тряпку, изменяющую у них цвет. Смотрим, что же тут у нас. У меня есть салфетки полировочные, валяются где-то в машине. В данном случае еще тут далеко до финиша. Но финиш он уже рядом. Да, еще началька закончится. Чуть лучше, чем было, да? Ну, я показал во много раз лучше, чем было. Медоделки, конечно, там еще присутствуют, очень даже. Но уже не так заметно, как было. Да, по сравнению, конечно, с тем, что было, с тем, что есть. Очень разные вещи. Ну, вот он хозяин, он прям счастлив. Да, а кто меня не знает? Нет, знает все. Весь интернет. Но, смех, смехом, конечно, еще тут доделывать и доделывать. Я не показываю вот это вот особо тут крупными планами. В надежде на то, что мы это покажем. Ну, вот, что мы имеем на улице. Можно даже недоделанную работу бестолково снимать, сливать. Я говорю, что вот видите, как красиво получилось. Все блестит. Но мы этого делать не будем. Мы покажем все недостатки и недоделки, как они есть. Вот. Вот тут вот ткан заваленный. Еще много неровностей. Вот они бликуют. Видно, да? Но, тем не менее, по сравнению с тем, что было, уже как бы прогресс налицо. Надо просто доделать и все будет нормально.